Когда вы уже поговорите об армии, о низких зарплатах, о некомплекте и так далее? Я все время об этом говорю. Максим Харьков. Я все время об этом говорю. Я об этом говорил недавно на канале 1плюс1 в программе «Право на Владу». Спасибо за рекламу других проектов на других каналах. Ну я же честно всегда говорю. Я на вас часто ссылаюсь на других каналах. А за это спасибо. Я сказал, что наша армия, армия воюющей страны, недоукомплектована, плохо оплачиваема, коррумпирована, коррупционна, разворовываема до сих пор. О чем говорят многочисленные задержания ключевых генералов и офицеров нашей армии. Задержания за коррупцию. Секретарь СНБУ Данилов сказал, нет, это неправда. Наша армия, она самая сильная, она укомплектована, она все... Ну, Данилова, свой взгляд на вещи, уважаю. У меня свой взгляд на вещи. Пусть тоже уважает. Хорошо. Так, добрый вечер. Очень мешают ваши часы на большом экране в студии. Постоянно отвлекают и уже действуют на нервы. Алина, Донецкая область. Мои? Покажите ваши часы. Я думаю, мои мешают. Нет, конечно. Вот эти за спиной у вас. Так, друзья, это, кстати, очень важный вопрос. Ну, для меня важный. Мы в новой студии. И для меня, и мне интересно. Вот такие детали, они тоже нужны. Напишите, вам нравится большая студия? Или вам нравилась вот такая камерная атмосфера, где мы с Дмитрием Ильичем вдвоем, только канделябра не хватает, чтобы... У меня есть легендарный друг, настоящий друг, замечательный человек, Борис Михайлович Воскресенский. Я про часы. Он в советское время был министром спортсооружений Украины. Близко дружил с семьей Владимира Васильевича Щербицкого. Был его любимчиком. И он мне рассказывает, зима, о совещании в ЦК у Кравчука. Кравчук Леонид Макарович тогда был заводелом ЦК. Нет, секретарем ЦК уже. Он говорит, я поднимаюсь по Шелковичной на Волге служебной, а зима, гололедится, и машина тяжело идет, и скатывается, идет опять скатывается, чувствую, опаздываю. Он говорит, я захожу в приемную, захожу в кабинет, и Кравчук говорит, коммунист Воскресенский, вы как, что вы себе позволяете, что вы опаздываете на заседание? Говорит, так как? А он перед этим перевел стрелки часов. Говорит, так как? Я ровно зашел. Он говорит, сколько у вас сейчас времени? 9 утра. Он говорит, 9.05, выбросьте свои часы. Он говорит, я расстегнул часы, подошел к окну, открыл окно, а у него были сейка, подаренные Щербицким, привезенные из Японии. Он говорит, я снял часы, и выбросил в окно. Закрыл окно и сел. Закончилось совещание. Леонид Макарович говорит, все свободные, коммунисты Воскресенские, останьтесь. Они остались вдвоем. Он говорит, ну ты и дерзкий. Достал из сейфа бутылочку коньяка, распили, выпили. Вот так человек, да, часы, выкиньте свои часы. Он подошел и выкинул. Вот это люди поступка. Так, а продолжение было? Он говорит, ты же мне сказал выкинуть часы. Они между собой на тыге. Ты же мне сказал, выкиньте свои часы. Ну я и выкинул, говорит. Какой, как. Так, хорошо. Он за часами не пошел потом? Нет. Вниз. Он серьезный коммунист был. Нет. Судя по тому, что они открыли сейф и достали бутылку, я понял, что они оба серьезные коммунисты были. Для меня, для меня его серьезность заключается в том, что когда Владимир Васильевич Щербицкий умер и осталась Рада Гавриловна и Оля, один Борис Михайлович, каждую неделю. И продукты, и поддержка, и когда надо было, и деньги. Все, кто крутились вокруг Щербицкого, заглядывали преданно ему в глаза. Никого не осталось. Один воскресенский. До конца, пока не умерла Рада Гавриловна, Оля умерла чуть раньше, дочка Владимира Васильевича, Рада Гавриловна чуть позже. Замечательная женщина. Читала все мои статьи, смотрела интервью до последнего. Я уговаривал ее, Рада Гавриловна, ну давайте интервью запишем. Ну пожалуйста. Она говорит, Дима, она была красивейшая женщина, она говорит, Дима, я не могу появляться на камере в своем возрасте. Она была преподаватель русской литературы, интеллигентнейший человек. Она говорит, это нехорошо. И Борис Михайлович ей говорит, Рада Гавриловна, ну что вы себе позволяете, он в своем стиле. И она говорит, хорошо, приходите, пусть Дима берет диктофон. Я говорю, а фотографа? Она говорит, ну ладно и фотографа. Мы сделали с ней прекрасное интервью на диктофон, она не хотела появляться на телеэкране. Прекрасное интервью в газете опубликовали в бульваре Гордона его и остались на память фотографии. Ведь не только, ну это же не единичный случай. Вы говорили об этом, наверное, не в эфире мне, а о том, что ряд знаменитостей советской эпохи не хотели появляться перед телекамерой, чтобы остаться в памяти. Штирлиц легендарный, да? Я рассказывал эту историю. Я не помню, было ли это в эфире, вы мне лично это рассказывали. Это интереснейшая история для тех, кто сегодня... Кто знает Вячеслава Тихонова, Штирлица, поднимите, пожалуйста, руки. Ну то есть, да, ну несмотря на молодость... Так, хорошо, нет, давайте наоборот. Кто не знает Тихонова, поднимите руку. Так, нет. И здесь тоже нет. А нет, есть вот одна девушка. Нет, подождите, в этом нет ничего... Ничего, ничего. Ну, не знаете, не знаете. А Моргенштерна знаете? О! Смотрели интервью, говорит. Наши в городе. Я звоню Вячеславу Васильевичу Тихонову, говорю, здравствуйте, Дмитрий Гордон, Киев, хотел бы сделать с вами интервью. Такой интеллигентный голос, говорит, Дмитрий Ильич, я интервью не даю. Я говорю, Вячеслав Васильевич, ну как-то, ну, очень хочется, но мы так вопросы, все продумаем с вами вместе. Говорит, Дмитрий Ильич, я очень люблю Украину. Я часто снимался на киностудии Довженко. У меня много поклонников там. Ну поймите, я хочу, чтобы меня запомнили красивым. Я не могу появляться сейчас на экране. Я ему говорю, Вячеслав Васильевич, а вот мы можем тысячу долларов заплатить. Он говорит, Дмитрий Ильич, ну, не в этом же дело. Я говорю, как жалко, конечно. Я понимаю, ну, все уже. Как жалко, ну, извините, спасибо, до свидания. А он, чувствую, не хочет говорить до свидания. Слово за слово. И он мне говорит, знаете что, если хотите интервью, приезжайте, но без камер, с диктофоном. А деньги возьмите? Нет, нет. Нет. Нет? Нет. Говорит, я говорю, а можно фотографа взять? Он говорит, можно. И вот, мы приезжаем с фотографом, с диктофоном на его дачу на Николиной горе. Такая мерзкая погода, минус три, такая зябкая, промозглая погода. Значит, мы заходим на территорию дачи, сразу бросается в глаза такой флагшток и флажки с направлениями. Берлин там, 500 с чем-то километров, Москва, столько-то, Павловский посад, он там родился, столько-то километров. И смотрю, мужик, снег на лопате, на лопату бросает. Я думаю, ну, охранник, наверное, или сторож. Ну, в таком замызганном старая дубленка такая, из 70-х годов еще, варежки, шапка и валенки. Я подхожу, говорю, здравствуйте, мы к Вячеславу ва, ва, и я понимаю, что это он. Зубов половины нет, щетина, вот этот вид весь, красавец, Штирлиц, красавец, какой красивый мужчина. Он говорит, да, да, пожалуйста, пойдемте. Мы подходим к входу в дом, он говорит, простите, пожалуйста, я не могу вас пригласить в дом. Я потом узнал причину, она объективная, но я не хочу ее называть, это она, не буду называть. Мы можем посидеть, поговорить здесь? Я говорю, конечно. А я в легкой-легкой курточке, я же думал, ну и туфельки, вообще, осенние, дымисезонные. Я достаю конверт, говорю, Вячеслав Васильевич, тут тысяча долларов. И я никогда не забуду, он обернулся ко мне, посмотрю, у него же взгляд особенный был, посмотрите, в 17 мгновениях весны крупные планы, взгляд, от Штирлица. И он мне говорит, вы меня покупаете? Я говорю, Вячеслав Васильевич, что вы, это вам, это мы же говорили, это как бы, ну... Благодарность. Да, он говорит, спасибо, сейчас. Он пошел в дом, отнес, вернулся, и мы садимся на лавке у дома и начинаем разговаривать. Через 15 минут появляется его зять, он оператор, оказалось, муж Ани, его дочери, ставит штатив, камеру и нас снимает для домашнего архива. Мы уже звонили Ане после его смерти, просили, может, можно, она говорит, не сохранилась, не знаю, жалко, я бы дорого дал за это видео. Но фотограф снимает, у меня фотографий очень много. Меня потряс один эпизод. Они есть в открытом доступе? Да, да, да. А найдите, пожалуйста, коллеги, найдите эти фото. Фотографию с Вячеславом Тихоновым, она есть. Их много есть. Значит, он мне рассказывает, он так с расстановкой, медленно, интеллигентнейший человек. Он мне говорит, у меня недавно сильно, говорит, заболело сердце. Думал все. Разбудил зятя, а куда ехать? Ночь. А рядом военный госпиталь. И он меня привез в военный госпиталь. А там какой-то врач, военный врач, мне вот так лампу в лицо, как на допросе. И заполняет формуляр. Фамилия Тихонов, имя, отчество, Вячеслав Васильевич. Ну, это же военный госпиталь. Он говорит, звание. Я говорю, оберштурбанфюрер СС. То есть юмор, вот все при нем. Но он же был еще полковник Исаев. То было потом. Так близко к провалу Штирлиц еще не было. Так, друзья, мы поговорили об интервью. Если найдут фотографию, было бы здорово. Буквально пару минут, и мы покажем его. Дождитесь. Это правда интересно. Я не видел. Он написал потом предисловие к моей книжке. А есть фото, нет? Подскажите. Ну, готовим и можем показать или готовим посолить, поперчить. Вот оно. Ну вот, потрясающе, правда? Да. Нужно понять, конечно, тех звезд, тех лет, которые хотят остаться в памяти. Это мы сидим на лавочке на фоне его дома. Мне очень холодно, нос красный, уши посмотрите, красные какие. Ну, пальто у вас шикарнючее, конечно. Ну, может быть, но уши видите какие красные. Да, я понимаю, в осенних туфельках сидеть там на холодном... Полтора часика. Спасибо. Спасибо.